Привет всем! С вами Владислав Гавриленко. Сейчас мы с вами будем проходить регистрацию в компании ЖНС. Я покажу, как правильно, схематически это выглядит, для того, чтобы вы разобрались в этом. Итак, для того, чтобы вам зарегистрироваться в компанию ЖНС, вам необходимо иметь реферальную ссылку вашего спонсора. Она будет выглядеть таким вот образом. То есть, это будет логин вашего спонсора в начале ссылки и, соответственно, далее домен компании. Для того, чтобы также убедиться в правильности данных, вы смотрите вот здесь вот ссылочку, которая говорит о том, что ваш спонсор, фамилия, его имя, номер телефона и почта. Если все правильно, вы убедились в том, что все верно здесь, у вас заполнено, вы продолжаете регистрацию. Нажимаете кнопку регистрация. Регистрация. Здесь вы выбираете свой регион. Я буду показывать пример на своем. Нажимаете. Страна. Язык, на котором вам удобно общаться. На котором будет отображаться сайт. И продолжаете дальше. Здесь договор офферты. Можете перечитать. Это обычный трудовой договор в электронном виде. Убедились, что все верно. Нажимаете continue, продолжить. Вот здесь обязательно должна быть галочка. Согласен. Далее, для того, чтобы здесь продолжить регистрацию, вам необходимо здесь указать ваши данные. Язык выбран по умолчанию вот здесь. Русский мы выбирали. Здесь вы видите данные вашего спонсора. Это еще раз позволит вам убедиться, что вы делаете правильную регистрацию. И дальше вы указываете свой логин. К примеру, там, сейчас будем делать Сергей 45. Проверяйте на... Значит, такой уже занят. Хорошо. Без проблем. И... Вот такой он, думаю, не занят. Есть. Значит, это означает, что у вас все правильно. Если же вас смущает то, что горит вот здесь красным цветом, ссылочка. Вы можете просто на этом этапе обновить страничку. Такого никогда не было. Я не знаю, почему у меня она выскочила. И снова пройти регистрацию. Ну, то есть, указать свои данные. Допустим так. Ну, это ни к чему не ведет. Как бы... Никакой раз, если он горит или не горит. Продолжаем. Дальше нажимаем... Вводим пароль. Очень важно ввести пароль и его записать. Как логин, так и пароль. От этого очень многое зависит. И новички, как правило, сразу теряются. Как мне обойти свой бок офис после регистрации. Для этого вам нужно записать свой логин. И пароль, который вы только что создали. Это не... Дальше. Информация дистрибьютора. Вы пишете здесь все только на английском языке. Подчеркну, на английском, не на русском. Поэтому пишите свои данные. Здесь все пропускается. То есть, заполняйте те данные, которые заполняю я. Месяц. В тех, я имею ввиду, ячейках, которые необходимы. Я вам показываю. Вы, соответственно, заполняйте свои данные. Все. Здесь мы все пропускаем. Идем наверх. Электронная почта. Я не буду, чтобы долго ваше время занимать, писать достоверные свои данные. Просто для примера показываю, как это нужно делать. Телефон. Телефон можете скопировать, ставить тот же самый. Либо же два телефона указать, это будет еще лучше. Для чего это сделать? Для того, чтобы при доставке продукции, а это контактная информация с вами, если вдруг один телефон выключен, вам смогли позвонить на другой. Такое тоже бывает. Здесь мы пишем информацию для доставки, также на английском языке. Адрес. Адрес мы пишем также на английском языке. Это улица. Чтобы вы понимали, первая строчка, адресная строчка, это улица мы пишем. Так вот должна будет выглядеть ваш адрес. Город. К примеру, свой напишем. Штат это, соответственно, по-нашему, та область. Выбирайте свою область. Почтовый индекс. Здесь нажимаете точку, что адрес доставки с почтовым адресом совпадает. И опускаетесь вниз. Значит, здесь должен указан быть автоматический стартер-кит. Вот уже галочка стоит. Все верно. 29,95 он стоит. Без учета НДС. Опускаемся вниз. Значит, два момента. Первый. Вы можете сразу совершить покупку, если вы регистрируете клиента, или вы сейчас регистрируетесь как клиент. И второй момент. Вы можете подписаться в компанию. То есть, зарегистрироваться. Для этого вам нужно выбрать. Одну или вторую часть. Мы для регистрации рассматриваем вариант полная подпись. То есть, если вы хотите купить продукт, то сюда. Если полная подпись, то сюда. Мы регистрируемся. Полная подпись. Если что-то не получилось у вас, то советую вам еще раз пересмотреть все данные. Скажем, вот так вот я уже сделал. Вот. То есть, если вдруг какая-то информация все-таки показалась сомнительным, вам выбьет ошибку, вы все-таки переделать. Ничего страшного. Я думаю, это тоже полезная информация. Полная подпись. Нажимаем. И происходит момент перехода. На оплату сайта. Значит, здесь что мы видим? Стартер кит есть. Покупки никакой нет. Вот это означает то, что мы платим с вами налог на надвавленную стоимость. НДС так называемый. Без него никак. То есть, по всех странах компания легально официально наплатит свои налоги. Поэтому здесь все правильно. 35, 94. Грубо говоря, 36 долларов обходится стартер кит. Выбираем варианты оплаты. Советую единственный вариант. Это кредитная карта. И есть также момент оплаты с кошелька. И жетон обо всех этих вещах может рассказать вам спонсор. Но вы выбираете кредитную карту. Кредитную карту. Выставление счета по почтовому адресу. Все верно. Здесь ставим точку. Так. Соответственно, данные у вас все заполнятся после того, как вы поставили точку. И опускаемся вниз. Здесь ничего не заполняем. Никакого налогового ID. Здесь выбираем карту. Ту, которую вы будете оплачивать. Зачастую это виза. Но бывает и мастер-карт. Ну, в общем, вариант своей карты. Возможно, у кого-то и эти будут карты. Указываем 16 цифр. Карты. Я думаю, вы знаете, где они находятся. 16 цифр на самой карте. Дату сечения карты. Месяц и год. И ЦВВ-код. Серийный номер. Секретный номер. Это зачастую три крайние цифры под магнитной лентой. Там семь цифр. Три правые цифры. Это будет карта. Карты-код. Код карты. Вам нужно его указать. Все. Если вы делаете платеж с двух карт, вы его разделяете. Если вы делаете платеж с одной карты, то, соответственно, вы его не разделяете. То есть, соответственно, здесь галочку не нужно ставить. То бишь, мы сделали все правильно. Вы заполнили данные. Я сейчас не буду заполнять. Я просто показываю для примера вам. И если с учетом того, что ваша карта проходит, если она оплачивает в интернете и она пригодна для этого, вы нажимаете кнопку «Отправить» и ваша оплата произойдет. Все. С вами был Владислав Гавриленко. Если что-то у вас не получается, вы можете со мной связаться. Данные мои будут под данным роликом. Также вы сможете увидеть там мой логин в компании и также реферальная ссылка на регистрацию в бизнесе. Я желаю вам удачи. Регистрируйтесь в мою команду. Либо просто смотрите этот ролик для того, чтобы правильно это сделать. С вами был Владислав Гавриленко. Всего доброго.